здравствуйте ребята мы начинаем очередную лекцию по биохимии она будет посвящена интеграции обмена веществ мы с вами прошли в течение последних лекций катаболизм липидов анаболизм липидов начали разбирать катаболизм белков разобрали катаболизм и анаболизм и углеводов и чтобы у вас не сложилось впечатление что это все какие-то отдельные темы мы сегодня все эти лекции объединим вместе то есть мы должны сегодня увидеть что на самом деле это один обмен веществ которые мы просто условно разделили на несколько тем для того чтобы вам было легче это изучать усваивать но на самом деле все эти метаболизмы они взаимосвязаны и один плавно переходит в другой и нам надо сегодня обозначить точки взаимодействия точки соединения метаболизма углеводов белков и жиров и для этого мы будем рисовать сегодня большую схему поэтому вашей тетради вы должны выделить целый чистый лист на котором вы будете все это записывать вот у меня доска я буду это все делать на доске и доска достаточно маленькая для того чтобы всю эту тему показать поэтому я буду писать не очень крупно а вы старайтесь в своей тетрадочке у вас места больше это все понятно записывать итак записываем еще раз тему сегодняшней лекции интеграция обмена веществ интеграция обмена веществ или еще лучше в скобочках напишите интеграция обмена белков углеводов и жиров интеграция обмена белков углеводов и жиров мы с вами начинали с углеводов поэтому давайте и на нашей схеме мы тоже будем рисовать начиная с углеводов а потом будем присоединять жиры и белки и так условно давайте мы представим что вот перед вами доска и условно мы ее мысленно разделим на три части вот то что будет с этой стороны это будет кровь откуда поступают питательные вещества центр это будет цитоплазма клетки и наконец вот здесь справа мы будем считать что это внутренность митохондрии на самом деле вы все это хорошо знаете из курса биохимии того который мы уже разобрали нас на прошлых лекциях но так я думаю вам будет зрительней более понятно итак начинаем с того что не на самом верху отступите строчки 3 примерно и вот тут вот нарисуем мы клеточную мембрану мы договорились на чисто это кровь а здесь начинает клеточная мембрана мембрана а здесь начинается уже цитоплазма клетки и договорились что мы начнем с углеводов и так вот вот в кровь попала глюкоза вот мы ее здесь и нарисуем глюкоза она должна попасть в клетку для того чтобы начался метаболизм рисуем стрелочку глюкоза должна проникнуть сквозь клеточную мембрану и вот она оказалась в цитоплазме опять пишем глюкоза я хочу вам сказать что сегодня мы с вами не будем разбирать ни одной форму формулы формулы слушайте внимательно и так глюкоза сама по себе она в анаболизм и катаболизм не включается вы знаете что первым этапом глюкоза должна превратиться в глюкоза 6 фосфат это одна из ключевых реакций углеводного обмена которая катализируется регуляторным ферментом если это клетки нашего организма мышц и других органов то это катализируется ферментом гексокиназой а если это печень то глюкокиназа вот давайте это и запишем и так глюкоза превращается в глюкоза 6 фосфат над стрелочкой мы будем писать название ферментов не всех а только тех ключевых от которых будет зависеть понимание сегодняшней темы более того мы будем писать название не всех веществ а только главных веществ где находятся точки соприкосновения метаболизма углеводов белков и жиров и так вот здесь над глюкозой мы пишем гексокиназа а в печени глюкокиназа гексокиназа и глюкокиназа если это мышцы например то глюкоза превращается в глюкоза 6 фосфат под действием гексокиназа и потом начинает расщепляться с выделением энергии если это печень энергии достаточно то глюкоза под действием глюкокиназа превращается в глюкоза 6 фосфат и потом начинается синтез гликогена тогда будет уже стрелочка вверх вот мы с вами разбирали отличие этих ферментов они принципиальны хотя и катализирует одну и ту же химическую реакцию ну вот теперь станет понятно почему мы с вами оставили наверху немножко места потому что глюкоза 6 фосфат через глюкоза 1 фосфат дальше может превращаться в гликоген это полимер которые как бы является хранилищем глюкозы в нашем организме он есть в печени он есть мышца и так здесь напишем на самом верху гликоген глюкоза 6 фосфат может превратиться через глюкоза 1 фосфат гликоген по действиям фермента гликоген синтазы запишем это важный фермент гликоген синтаза свою очередь гликоген если нам нужна энергия может распадаться опять же через стадию глюкоза 1 фосфата до глюкоза 6 фосфата под действием на фермента фосфорилазы вот теперь стрелочка вниз и здесь пишем фосфорилаза мы должны с вами не только разобрать интеграцию взаимодействие метаболизмов но еще разобрать как происходит регуляция этих процессов и вот сразу давайте напишем что фермент фосфорилаза активируется под действием двух гормонов адреналина и глюкогона еще раз повторяю все что я сегодня говорю вы знаете я просто объединяю темы нескольких лекций для того чтобы у вас получилось общая цельная картина и так здесь вот наверху напишем адреналин и глюкогон вот два этих гормона активирует фермент фосфорилазу ну помните мы с вами разбирали что когда нам нужна быстрая энергия выделяется адреналин и вот в частности биохимическое действие адреналина заключается в том что он активирует фосфорилазу которая начинает распад гликогена также адреналин активирует тканевую липазу это мы чуть позже запишем и таким образом начинается и распад липидов жиров для того чтобы в топку общую топку организмов бросить углеводное и жировое топливо и мы можем мгновенно получить энергию глюкогон обладает таким же действием но отличие заключается в том что он действует более плавно и вот когда между приемами пищи завтрак уже давно было обед еще не начался энергия нам нужна когда включается глюкогон для того чтобы поддерживать определенный уровень глюкозы и других питательных веществ в тканях для того чтобы организм плавно постоянно снабжался энергией действие у этих двух гормонов одинаково направленное но она немного отличается по ситуации адреналина это стрессовая ситуация глюкогон это плавные физиологические изменения уровня глюкозы и жирных кислот в крови ну вот так вот мы с вами уже верхушку нашей схемы нарисовали теперь дальше если нам нужна энергия мы включаем гликолиз и теперь мы будем рисовать на доске с вами ключевые вещества которые образуются при гликолизе и так вот глюкоза помните гликолиз начинается с глюкозы глюкоза 6 фосфата дальше глюкоза 6 фосфат претерпевает ряд изменений и вот ключевые вещества мы сейчас запишем глюкоза 6 фосфат а превращается если вы помните во фруктоза 6 фосфат фруктоза 6 фосфат это просто реакция изомеризации а вот следующая реакция важнейшая фруктоза 6 фосфат превращается во фруктозу 16 дифосфат под действием главного регуляторного фермента гликолиза фосфа фрукта киноза вот это мы с вами должны отметить итак фруктоза 6 фосфат превращается в фруктоза 16 дифосфат и вот здесь напротив стрелочки мы запишем название этого важнейшего фермента фосфа фрукта киноза фосфа фрукта киноза фосфа фрукта киноза дальше фруктоза 16 дифосфат распадается на две половинки на 3 фосфоглицериновый альдегид и фосфодиоксиацетон потом 3 фосфоглицериновый альдегид тоже превращается фосфодиоксиацетон поэтому мы напишем здесь слово фосфодиоксиацетон вы должны понимать что вот это все гексозы а фосфодиоксиацетон это уже триоза и таким образом фруктоза 16 дифосфат развалилась на две молекулы которые превратились в 2 фосфодиоксиацетон и так фосфодиоксиацетон фосфодиоксиацетон или некоторых книжках написано диокси или дигидроксиацетон фосфат это одно и то же я предпочитаю вот такое название фосфодиоксиацетон дальше фосфодиоксиацетон через ряд реакций превращается в фосфоенол пировиноградную кислоту фосфоенол пировиноградную кислоту фосфоенол ну вы наверное запишите целиком это слово а я пишу сокращенно как еще раз говорю у меня не так много места на доске фосфоенол пвк фосфоенол пвк фосфоенол пировиноградная кислота которая в свою очередь превращается в пировиноградную кислоту пвк пвк это пировиноградная кислота и катализирует эту реакцию тоже очень важный регуляторный фермент который называется пироват киноза давайте запишем пироват киноза пироват киноза ну дальше вы помните что пировиноградная кислота проникает в митохондрию и в митохондрии она превращается в ацетил коэнзима а мы договорились что то что будет касаться митохондрии вот мы будем рисовать справа и сейчас вот мне надо немножечко тут фосфофруктокиназу ужать для того чтобы здесь больше места было фосфофруктокиназа вот теперь рисуем стрелочку пировиноградная кислота проходит через мембрану митохондрии и вот она оказывается у нас митохондрии ПВК прежде чем мы перейдем к пироват дегидрогеназной реакции циклу Крепса давайте обсудим обратный процесс гликолизу глюконеогенез вот из пировиноградной кислоты в принципе глюкоза в организме может синтезироваться снова но гликолизе практически все реакции вот сверху вниз обратимые за исключением 3 3 реакции необратимы это тоже мы с вами разбирали это гексокиназная или глюкокиназная реакция когда глюкоза превращается в глюкоза 6-фосфат это фосфофруктокиназная реакция вот это и это пироват киназная реакция когда фосфоэнол пировиноградная кислота превращается в ПВК поэтому организм для того чтобы снова синтезировать глюкозу из неуглеводных продуктов ну таких как пировиноградная кислота например или молочная кислота организм должен найти обходные пути этих трех реакций там где реакция обратима мы просто сейчас нарисуем стрелочки в другую сторону вот смотрите это реакция обратима эти реакции обратимы вот и у нас остались три стрелочки которые мы просто так не можем нарисовать в другую сторону это глюкоза глюкоза 6-фосфат фруктоза 6-фосфат фруктоза 1-6-дифосфат и фосфоэнол пировиноградная кислота ПВК эти реакции мы с вами не можем напрямую нарисовать обратимыми потому что с данными ферментами а именно с гексокиназой фосфофруктокиназой перуваткиназой эти реакции не могут идти в обратную сторону что же делать ну в случае первых двух реакций тут все достаточно просто вот смотрите глюкоза 6-фосфат может превратиться в глюкозу но под действием уже другого фермента но под действием уже другого фермента это фермент глюкоза 6-фосфатаза если в эту сторону реакция идет под действием фермента гексокиназа или глюкокиназа в печени то обратно эта реакция может идти но она как бы уже другая потому что другой фермент Под действием фермента глюкоза-6-фосфатаза. Глюкоза-6-фосфатаза. Давайте напишем здесь. Глюкоза-6-фосфатаза. Глюкоза-6-фосфатаза. Есть у нас обходной манёвр и тут. Для превращения фруктозы-1,6-фосфата во фруктозу-6-фосфат. Вот смотрите, я рисую. Тоже обходной манёвр. Не прямую стрелочку, а вот сбоку. И здесь фермент фруктозо-бисфосфатаза. Давайте тоже запишем название этого фермента. фруктозу-бисфосфатаза. Фруктоза-бисфосфатаза. Фруктоза-бисфосфатаза. С третьей реакцией превращение фосфоэнол ПВК в ПВК, а точнее обратно ПВК в фосфоэнол ПВК, здесь ситуация сложнее. В чём заключается её сложность? В том, что нет другого фермента, который напрямую пировиноградную кислоту превращает в фосфоэнол ПВК. Здесь есть обходной манёвр, который состоит из трёх фактических реакций. Получается, над циклом Крепса у нас есть ещё один микроцикл превращения фосфоэнол ПВК в ПВК, а потом ПВК превращается в щавелево-уксусную кислоту, а щавелево-уксусная кислота уже превращается снова в фосфоэнол ПВК. Давайте это запишем. Но для того, чтобы это записать, нам нужно, чтобы у нас появился щук, щавелево-уксусная кислота, оксалоацетат. Поэтому мы должны с вами начать писать цикл Крепса. Итак, ПВК в митохондрии. Мы сейчас разберём это, но нам надо, чтобы у нас действующим лицом стала щавелево-уксусная кислота. Итак, пировиноградная кислота уже в митохондрии превращается, как вы помните, в ацетилкоэнзима А. Давайте это запишем. А вот ацетилкоэнзима А реагирует в митохондрии со щавелево-уксусной кислотой. И начинается цикл Крепса плюс щук. Но для того, чтобы у нас щук, щавелево-уксусная кислота не оказалась подвешенной в воздухе, мы с вами давайте вначале зарисуем основные компоненты цикла Крепса, а потом вернёмся к обратимости этой реакции. Итак, щавелево-уксусная кислота, если вы помните, превращается в лимонную. Цитрат после взаимодействия с ацетилкоэнзимом А. Я вначале нарисую вещества, а потом обведу это стрелочками, чтобы получился у нас цикл. Цитрат превращается в изоцитрат, изолимонную кислоту, изоцитрат. Я цисоконитовую пропускаю, это не так важно. Теперь, значит, лимонная кислота, изолимонная цитрат, изоцитрат. Дальше альфа-кетоглуторат, альфа-кетоглутаровая кислота. Дальше у нас образуется сукцинил, в прямом смысле у нас с вами, в митохондриях, образуется сукцинилкоэнзима А. Сукцинилкоэнзима А. Потом янтарная кислота, сукцинат. Потом фумаровая кислота, фумарат. Яблочная кислота, малат. И всё, цикл замкнулся. Яблочная кислота снова превращается в оксалоацетат или щавелевую уксусную кислоту. Теперь давайте соединим это всё стрелочками. Итак, щук оксалоацетат превращается в цитрат. Цитрат в изоцитрат. Изоцитрат в альфа-кетоглуторат. Альфа-кетоглуторат в сукцинилкоэнзима А. Сукцинилкоэнзима А в сукцинат янтарную кислоту. Сукцинат фумаровую фумарат. Дальше малат. И дальше снова щук. Это вот у нас... Сейчас я возьму так, чтобы вам не заслонять. Вот так, наверное, стану. Посмотрите, это у нас цикл Крепса номер 2 или цикл лимонной кислоты. Всё не так страшно. Вы почему-то боитесь цикла Крепса. Говорите, что это самая сложная тема в биохимии. Но посмотрите, гликолиз гораздо длиннее и сложнее. Но гликолиз вам как-то проще даётся. Вот здесь циклический процесс. И всё начинается с щавельной вуксной кислоты и заканчивается щавельной вуксной кислотой. А теперь, когда у нас щук появилась на нашей схеме, на нашей доске, нам надо разобраться, как нам пировиноградную кислоту снова превратить в фосфо-енол ПВК. Оказывается, если пировиноградную кислоту карбоксилировать, то есть добавить карбоксильную группу, прибавить углекислый газ, чтобы образовалась карбоксильная группа, то у нас образуется щавельная вуксная кислота. Поэтому мы вот здесь нарисуем ещё одну стрелочку. Вы следите внимательно, потому что стрелки у нас сейчас начнут пересекаться, извиваться, и вам важно последовательно записывать, чтобы потом разобраться в этой схеме. Ну, раз пироват карбоксилируется, то и фермент называется перуват карбоксилаза. Я вот тут это и напишу вдоль стрелочки. Пироват карбоксилаза. Вот, немножко так оно получилось мелковато, но ещё раз повторяю для того, чтобы вы успели это записать. Итак, пировиноградная кислота под действием фермента перуват карбоксилазы превращается в щавелево-уксусную кислоту. А вот щавелево-уксусная кислота может теперь превратиться в фосфоэнол ПВК. И таким образом, путём обходного манёвра, то есть превращения пировиноградной кислоты в щук, мы можем добиться, что снова образуется фосфоэнол ПВК. Так, для этого нам надо нарисовать ещё одну стрелочку. Смотрите, теперь вот щавелево-уксусная кислота у нас превращается в фосфоэнол ПВК. И как бы цикл замкнулся. Посмотрите, один цикл – это цикл Крепса, а второй цикл – вот фосфоэнол ПВК-ПВК, ПВК-щук, и щук снова фосфоэнол ПВК. Нам надо назвать фермент, а потом я ещё раз повторю это. Фермент называется фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. Фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. Давайте вот, я даже не знаю, где написать, вот давайте здесь напишем. Сокращённо фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. Вот. У меня совсем мало места, а вы полностью напишите это слово. Итак, вот эта стрелочка катализируется ферментом фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. Фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа. Так, я вот отойду, ещё раз возьму указку. И пока буду вам показывать, вы то, что не успели, запишите, пожалуйста. Наверное, с этой стороны лучше стать. Итак, у нас образовался маленький цикл. Он заключается в чём. Фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа в пиру터� wekinase, под действием пируаткиназа, превращается в пируат-пиравиноградную кислоту. Итак, фосфоэнол ПВК-карбоксикиназа превращается в пируаткиназа в пируаткиназа. Дальше. Если нам нужно снова пировиноградную кислоту превратить в глюкозу, то пировиноградная кислота вначале превращается в щавелево-уксусную кислоту под действием фермента пируват-карбоксилазы. А потом, еще раз, пировиноградная кислота превращается в щавелево-уксусную кислоту под действием пируват-карбоксилазы. А дальше щавелево-уксусная кислота превращается снова в фосфоэнол-пировиноградную кислоту под действием фермента фосфоэнол-пируват-карбоксилазы. Таким образом, смотрите, если у нас возникла задача в условиях избытка энергии снова синтезировать глюкозу, то мы повторяем гликолиз в обратном направлении за исключением трёх реакций. Это гексокиназная реакция или глюкокиназная в печени, это фосфофруктокиназная. Я повторяю, это я уже только что говорил, но чтобы вы закрепили. И перуваткиназная. Как мы это делаем? Давайте проследим путь. Вот у нас первовиноградная кислота и нам надо превратить её в глюкозу. Мы делаем это так. Мы превращаем первовиноградную кислоту в щавелевоуксусную, в щавелевоуксусную фосфоэнол первовиноградную. Дальше идёт процесс обратимых реакций до фруктозы 1,6-дифосфата. После этого включается новый фермент фруктоза-бисфосфатаза, которая превращает фруктозу 1,6-дифосфат во фруктозу-6-фосфат. Дальше обратимая реакция изомеризации. А потом снова необратимая реакция, поэтому включается новый фермент глюкоза-6-фосфатаза. И у нас получилась глюкоза. Я несколько раз это повторил. Почему? Потому что мы сейчас с вами будем этот путь проходить несколько раз. Когда будем подключать обмен аминокислот, обмен белков и аминокислот. Ну вот так. Как бы мне встать? Вот тут у нас есть свободное место на доске. Вот я пока вот тут встану. Вы ещё раз посмотрите на эту схему. Поэтому мы как бы с вами нарисовали полностью обмен углеводов, который завершается сгоранием продуктов гликолиза в цикле Крепса. Теперь нам надо с вами к углеводам подключить жиры. Поэтому сейчас будут ещё новые вещества, новые стрелочки. Поэтому вот вы вот эту картинку зафиксируете. И если у вас есть ручки другого цвета, то давайте вот жиры, например, нарисуйте там зелёным цветом, белки красным цветом. И тогда вам будет легче разбираться, где какие вещества. А я вот здесь начну рисовать, как включается в этот общий котёл метаболизма обмен жиров. Итак, жиры. Ну, если шире сказать, то мы будем говорить о липидах. Но жиры – это одна из разновидностей липидов. В принципе, так же само включаются и фосфолипиды. И вот так как основную энергетическую функцию у нас выполняет именно жир, триглицериды, то мы на этом и сконцентрируем своё внимание. Но вы должны подразумевать, что остальные виды липидов тоже включаются в этот же самый котёл. Жир, как вы помните, триглицериды состоят из спирта глицерина и жирных кислот. И молекула жира распадается на глицерин и жирные кислоты под действием фермента липазы. Липазы есть у нас в желудочно-кишечном тракте, и у нас есть тканевая липаза. Если нам понадобилась энергия, а есть пока нет возможности, то мы начинаем расщеплять свои внутренние жиры под действием тканевой липазы. И здесь также включаются до боли знакомые нам гормоны адреналин и глюкогон. То есть адреналин и глюкогон как активируют фосфорилазу, так активируют и тканевую липазу. Вот мы это сейчас с вами нарисуем. Итак, жир под действием липазы. Над стрелочкой пишем липаза. Делаем вилку. Сверху пишем глицерин. А снизу жирные кислоты. И опять, вот смотрите, я сейчас вот тут нарисую стрелочку. Адреналин и глюкогон, они активируют не только фосфорилазу, но и липазу. Эта стрелочка обозначает активацию. Вот здесь у нас активация фосфорилазы, а здесь у нас активация липаза. Куда девается глицерин? Глицерин под действием АТФ фосфорилируется, превращается в глицеролфосфат, а потом идет до гидрогеназной реакции и образуется фосфодиоксиоцетон. Видите, они друг напротив друга как раз оказались. Это очень удобно. То есть глицерин, образующийся при распаде жиров, превращается в компонент гликолиза фосфодиоксиоцетон. А что дальше? А дальше очень просто. Если нам нужна энергия, то фосфодиоксиоцетон превращается в фосфоенол ПВК, потом в ПВК, потом в ацетилкоэнзима и сгорает циклик репса. Мы можем даже посчитать, сколько молекул АТФ на это тратится. А теперь, если у нас энергии много, то тогда глицерин, превращаясь в фосфодиоксиоцетон, включается в реакции ситезоглюкозы. Вот идет стрелочка вверх до фруктозы 1,6-дифосфата, потом вот этот обходной маневр фруктозы 6-фосфат, потом стрелочка вверх глюкозы 6-фосфат и потом еще один обходной маневр и глюкоза. Таким образом, глицерин при избытке энергии через фосфодиоксиоцетон превращается в глюкозу, а при недостатке энергии, опять же, через фосфодиоксиоцетон попадает в виде ацетилкоэнзима в цикл репса и сгорает. Выделение энергии. Теперь жирные кислоты. Ну, куда деваются жирные кислоты, это у нас была целая лекция по поводу бета-окисления жирных кислот. И если вы помните, жирные кислоты распадаются до молекул ацетилкоэнзима А. То есть, например, если в жирной кислоте 18 атомов углерода, а в ацетиле, который присоединяется к коэнзиму А, и получается в ацетилкоэнзима всего 2 молекулы, 2 атома углерода, то получается, что 18 атомов углерода в жирной кислоте дают 9 молекул ацетилкоэнзима, потому что каждая из них содержит 2 атома углерода. Если у нас было, например, 12 атомов углерода, значит 6 получается ацетилкоэнзима А и так далее. То есть, жирные кислоты, они за счет своего длинного углеводородного радикала дают большое количество энергии за счет того, что превращаются в большое количество молекул ацетилкоэнзима А. Еще раз, в ацетиле 2 атома углерода в жирной кислоте там 14, 16, 18 и так далее. Вот наше бета-окисление режет эту длинную-предлинную жирную кислоту, как ножом колбасу на кусочке. В каждом кусочке 2 атома углерода. Это получаются ацетилы, которые дают ацетилкоэнзима. Поэтому нам надо сейчас нарисовать еще одну вычурную стрелочку, которая жирную кислоту нашу соединит с ацетилкоэнзимом А, а он уже включится в цикл Крепсо. Ну, давайте подумаем, как это мы сделаем. Я думаю, чтобы у нас тут все не перекрестилось, мы вот таким образом. Вот пойдем сюда, сюда-сюда-сюда-сюда-сюда-сюда и отсюда-сюда. Давайте еще раз проследим путь жирной кислоты. Итак, вот жирная кислота, бета-окисление, реакции бета-окисления. Помните, дегидрирование, гидротация, дегидрирование, тиолиз, 4 реакции бета-окисления. И в результате получается ацетилкоэнзима А. Ацетилкоэнзима реагирует с еще иллюксной кислотой, цикл Крепсо. Перед тем, как мы начнем подключать сюда обмен белков, нам надо сказать еще одну важную вещь, которую вы тоже знаете, что ацетилкоэнзима А при избытке энергии может превращаться в кетоновые тела. Или еще их называют ацетоновые тела. Вот давайте нарисуем вот здесь. Кетоновые тела. Это происходит при избытке энергии, когда у нас много ацетилкоэнзима. Кетоновые тела – это тоже хорошие консервы энергии, до поры до времени, пока их не станет очень много. Если их станет очень много, они влияют на PH среды, вызывают ацидоз и могут вызвать патологические различные состояния. Поэтому все хорошо в меру. Кетоновые тела – это нормальные метаболиты человеческого организма. И в небольших количествах они нам нужны. Потому что эти кетоновые тела мы всегда можем снова превратить в ацетилкоэнзима и сжечь в цикле Крепса. Кетоновых тел, если вы помните, три. Это три всего вещества. Ацетауксусная кислота, бета-гидроксимасляная кислота и ацетон. Поэтому они называются ацетоновые тела по-другому. Я не буду это повторять, потому что это вы хорошо знаете, это вы уже проходили. Теперь дальше. Перед тем, как мы с вами начнем говорить о белках, еще одну вещь очень важную надо сказать. Смотрите. Есть реакции обратимые, есть реакции необратимые. Но необратимые реакции мы можем обхитрить путем включения других ферментов или путем вот такого превращения через промежуточное вещество обходного маневра через щук. Видите? Но есть реакция абсолютно необратимая. Это абсолютно необратимая реакция. Это превращение первой виноградной кислоты в ацетилкоэнзима. У нас нет возможности снова ацетилкоэнзима превратить в первой виноградную кислоту. И нет другого фермента, и нет обходного маневра. Когда человек здоров, ничего страшного, все нормально. Первая виноградная кислота превращается в ацетилкоэнзима и потом сгорает в цикле крепца. Никаких проблем. Но если человек болен, например, с сахарным диабетом, то вот эта необратимая реакция приводит к серьезным метаболическим нарушениям, к накоплению веществ, которые в принципе в организме нежелательно, чтобы накапливались. И мы об этом поговорим чуть позже. Просто еще раз прошу обратить ваше внимание на то, что вот, видите, я даже отвел кружочком эту стрелочку на то, что превращение первой виноградной кислоты в ацетилкоэнзима. Это процесс односторонний, одновекторный. Ну давайте еще раз я отойду. И теперь вы видите схему углеводов и жиров. Еще раз, точки соединения. Это фосфодиоксиоцетон для глицерина и ацетилкоэнзима для, вот она наша стрелочка, для жирных кислот. Теперь поговорим о катаболизме белков. Итак, пишем вот тут вот внизу, в уголке у нас совсем мало места осталось, мы пишем белки. Как вы знаете, белки состоят из аминокислот. И существуют различные классификации аминокислот. Помните, основные и неосновные. Имеется в виду те, которые включаются в биосинтез белка, и те, которые не включаются или образуются уже после окончания биосинтеза белка. То есть 20 основных аминокислот, остальные неосновные. Некоторые аминокислоты, такие как, например, орнитин, цитрулин, о которых мы говорили на прошлой лекции, они не включаются в состав белка, они являются промежуточными продуктами метаболизма, образования мочевины. Это одна классификация. Другая классификация по растворимости. Есть аминокислоты растворимые и нерастворимые. Дальше есть классификация по строению радикала. То есть когда у нас есть циклические аминокислоты с циклическими радикалами, а есть аминокислоты с линейными радикалами. Есть по их свойству давать в окружающую среду протоны водорода или гидроксилы. То есть есть щелочные основные аминокислоты, в смысле щелочные. А есть кислые аминокислоты, есть нейтральные аминокислоты. Помните, гиаминомонокарбоновые – это щелочные аминокислоты. Моноаминогикарбоновые – это кислые аминокислоты. Там две карбоксильные группы. Ну и так далее. Но есть еще одна очень важная классификация. Это метаболическая классификация. В зависимости от того, во что могут превратиться аминокислоты при метаболизме. И вот здесь все аминокислоты можно разделить на две группы. Кетогенные и глюкогенные аминокислоты. Поэтому вот мы нарисуем так же, как у жиров, такую вот стрелочку в виде вилки. И на одном конце нарисуем аминокислоты глюкогенные, а на другой глюкогенные аминокислоты. А на другой развилочке напишем кетогенные аминокислоты. Ну почему они так называются? Нетрудно догадаться. Потому что глюкогенные аминокислоты могут превратиться в глюкозу, а кетогенные в кетоновые тела. И таким образом нам надо сейчас нарисовать еще ряд стрелочек, которые будут показывать, как это происходит. То есть как одни аминокислоты могут превратиться в глюкозу, а другие аминокислоты, как они могут превратиться в кетоновые тела. давайте начнем с кетогенных аминокислот потому что здесь проще они превращаются или в ацетилка энзима или ацета ацетилка энзима и дальше могут давать кетоновые тела поэтому здесь будет всего лишь одна стрелочка вот смотрите она идет параллельно стрелочки которая идет от жирных кислот видите кетогенные аминокислоты идет идет стрелка это же в ацетилка энзима от ацетилка энзима стрелочка может идти как в сторону кетоновых тел вот поэтому они кетогенные таки вниз при взаимодействии щук в цикл крепца и сгорания радикалов этих кислот ну вы помните я вам говорил об этом на позапрошлой лекции о том что для того чтобы аминокислоты включились вот в этот общий метаболизм они вначале должны потерять азот они должны потерять аминогруппу и для этого у нас вот здесь после расщепления белков еще должен быть этап дезаминирования или трансаминирования ну на такой большой схеме это как бы рисовать не надо но это подразумевается то есть вначале аминокислоты теряют аминогруппу происходит дезаминирование или трансаминирование и потом вот эти вот радикалы уже без азотные они могут дать как кетоновые тела так и глюкозу нельзя сказать что деление на кетогенные и глюкогенные аминокислоты она очень четкая для всех аминокислот напишите где-нибудь там где у вас есть комментарии до этой съемки или после этой съемки напишите пожалуйста такую фразу что существуют две аминокислоты которые одновременно являются и кетогенными и глюкогенными то есть эти две аминокислоты могут превращаться и в глюкозу и в кетоновые тела а если быть точнее они разваливаются на две части одна из них превращается в глюкозу а другая в кетоновые тела это фенилаланин и тирозин фенилаланин и тирозин а почему так вспоминайте прошлую лекцию мы с вами когда писали метаболизм фенилаланин и тирозина мы сказали что эти аминокислоты вернее радикалы этих аминокислот могут давать фумаровую и ацетауксусную кислоту и тогда фумаровая кислота включается напрямую в цикл крепса и путем вот этого поворота через щук фосфоиного пвк может дать глюкозу а ацетауксусная кислота превращается в ацетилкоэнзима или напрямую является кетоновым телом то есть если энергии мало то она превращается в ацетилкоэнзима а когда энергии много тогда ацетилкоэнзима может снова дать ацетауксную кислоту ацетауксусная кислота это одна из кислот или вернее одно из веществ которые являются кетоновыми телами я раз напоминаю что кетоновых тел 3 там 2 кислоты и ацетон ацетауксусная бета гидроксимаслина и сам ацетон вот фенилаланин и керозин могут давать ацетауксусную кислоту и вторая половинка дает этих аминокислот дает фумаровую кислоту а вот с глюкогенными аминокислотами дело обстоит сложнее потому что глюкогенные аминокислоты могут включаться вот в наш метаболизм на разных этапах и мы с вами должны теперь нарисовать несколько стрелочек от глюкогенных аминокислот которые покажут в какие компоненты гликолиза или цикла крепса могут включаться разные глюкогенные аминокислоты но перед тем как мы это начнем делать давайте решим такую мысленную задачку вот представьте себе аминокислоту аланин представили надеюсь что представили вы из строения 20 аминокислот должны знать а теперь мысленно уберите аминогруппу и присоедините кетогруппу то есть вместо nh2 двойная связь о и скажите какое вещество получится я понимаю что для вас это мозговая атака но тем не менее я думаю что хорошие студенты которые представляют эти формулы без труда скажут если аланин потеряет аминогруппу и приобретет на этом месте кетогруппу то получится первая виноградная кислота вот и ответ на как же мне стать вот наверное сюда вот и ответ то одна из глюкогенных аминокислот например аланин легко превращается в первой виноградную кислоту путем простого трансаминирования то есть когда аминогруппа меняется на кетогруппу хорошо это была самая простая задачка теперь посложнее задачка а скажите пожалуйста опять теперь представьте представьте себе аспарагиновую кислоту теперь скажите пожалуйста если вас парагиновой кислоте аминогруппу заменить на кетогруппу что получится я делаю паузу чтобы вы могли подумать итак аспарагиновая кислота помните моноаминодикарбоновая кислота и вот аминогруппа исчезает а вместо нее появляется кетогруппа двойная связь его что получается ну представили получается щавелева уксусная кислота вот она давайте я и теперь сюда от и и вот из этой глюкогенной аминокислоты аспарагиновой путем переаминирования образуется щук вот мы когда с вами изучали щавелево уксусная кислота это как бы у вас голове цикл крепса а аспарагиновая кислота это раздел строения белков на самом деле посмотрите это фактически одна реакция которая превращает аспарагиновую кислоту в щавелево уксусную это трансоминирование все и аспарагиновая кислота сразу включается в цикл крепс и ну и совсем теперь легкий вопрос если мы представим точно так же глутаминовую кислоту оторвем аминогруппу и присоединим кетогруппу что получится получится ну даже по названию понятно получится альфа-кетоглутаровая кислота точно так некоторые аминокислоты могут превращаться в субцинилка энзима фумаровую это тирозин и фениланин только что я вам напоминал об этом и вот мы должны нарисовать эти стрелочки для того чтобы показать что разные глюкогенные аминокислоты могут превращаться в разные компоненты метаболизма углеводов и цикла крепс вот давайте мы нарисуем и так вот от глюкогенных аминокислот ну самая простая стрелочка это в сторону пвк вот те маленькие аминокислоты не только аланин но и другие аминокислоты с маленькими радикалами они могут давать первой виноградную кислоту дальше вот теперь вот сюда вот чтобы стрелочки у нас не очень пересекались вот еще ниже потянем стрелку а потом вот здесь делаем развилку от этой стрелки в альфа-кетоглутаровую могут превращаться некоторые гликогенные аминокислоты дальше в сукцинилка энзима дальше фумаровую кислоту дальше в щавелево уксусную кислоту и вот как бы все точки соединения у нас теперь есть значит вот стрелочка в сторону пировиноградной кислоты и стрелочки сторону альфа-кетоглутаровой сукцинилка энзима фумаровой и щавелево уксусной ну вот фактически у нас с вами основные названия молекул которые будут на этой схеме уже нарисованы и видите так незаметно шаг за шагом мы с вами сколько всего разного написали но еще раз прошу обратить внимание на эту схему которую мы нарисовали теперь вам понятно что жиры и белки это не отдельные какие-то метаболические соединения а это вещества которые также включаются в общие пути превращения особенно в цикл крепко такие углеводы например глюкоза и другие моносахариды и так я надеюсь что как бы этот этап у нас усвоен и теперь мы на этой схеме начнем с вами рисовать а что же происходит при патологии эти ничего больше добавлять как бы не будем но кое-что здесь пометим отметим и разберем и так опять же если у вас есть ручка другого какого-то цвета то вот этой ручкой делаете определенные пометки если ручка у вас одного цвета ну тогда как-то обводите двойной линии или там пунктиром как вам нравится для того чтобы было понятно вот смотрите перед тем как мы будем разбирать что происходит при патологии мы должны с вами еще раз поговорить о гормональной регуляции с адреналином глюкогона все понятно мы уже это написали адреналин и глюкогон они включаются когда нужна энергия поэтому они активируют фосфорилазу разрушается гликоген и активируют липазу разрушается жир и а есть еще один важнейший гормон его его название прекрасно знаете это гормон инсулин вот давайте его вот здесь напишем инсулин есть оказывается несколько ферментов которые синтезируются только в присутствии инсулина если адреналин и глюкогон являются активаторами помните там через действие через рецепторы с активацией фермента киназа и так далее в конце концов активирует фосфорилазу или пазу то инсулин действует по-другому его связь с соответствующим рецептором приводит к тому что запускается синтез ряда ферментов таких мы их просто сейчас обведем ну если у вас есть там красная ручка вы видите красная ручка а я просто обведу кружками или овалами вы смотрите инсулин влияет носит влияет на синтез гликоген синтезы влияет на синтез глюкогеназы и гексогеназы смотрите видите те наши ключевые ферменты оказывается синтезируются только в присутствии инсулина дальше фосфофруктокеназы и наконец перуаткина и кроме того сейчас мы еще раз повторим и кроме того инсулин влияет на проницаемость клеточной мембраны для глюкозы вот посмотрите теперь мы обвели точки приложения инсулина к нашей схеме это влияние на синтез гликоген синтезы глюкогеназы гексокеназы фосфофруктокеназы перуаткина за глюкогеназы и обеспечение проницаемости клеточной мембраны для глюкоз вот когда мы с этим как бы разобрались можно подумать о том а что же будет если инсулин перестанет синтезироваться или если инсулин синтезируется но не по какой-то причине не оказывают влияния на ткани вот когда гормона инсулина мало когда он синтезируется в небольшом количестве это так называемый сахарный диабет первого типа он это заболевание когда и мало инсулина значит эти гормонов этого гормона синтезируется мало в свою очередь синтезируется мало ключевых ферментов вот которые введены не нарушается проницаемость мембраны для глюкозы и наконец когда инсулин есть но он не может оказать своего действия это сахарный диабет второго типа и тогда в принципе наличие инсулина не меняет картину потому что инсулин есть а все равно эти ферменты не синтезируется и клеточная мембрана непроницаема к чему это приводит вначале давайте мы нарисуем крестиками и места где произойдет нарушение металл где произойдут нарушение метаболизма вот смотрите мы сейчас разбираем заболевание которое называется сахарный диабет мало инсулина или инсулин не работает поэтому глюкоза не может проникнуть в клетку нарушена проницаемость дальше нарушена гексокиназная реакция и глюкокиназная глюкоза не может превратиться в глюкоза 6-фосфат дальше фруктоза 6-фосфат не может превратиться фруктоза 1 6-дифосфат следующий крестик дальше фосфа и оксиоцетон превращается фосфоенол пвк без всяких проблем но зато фосфоенол пвк не может превратиться в пвк потому что нет первого откина следующий крестик и наконец если нужно синтезировать гликоген тоже не получится потому что глюкоза 6 фосфат через глюкоза 1 фосфат не может превращаться в глюкоген нет гликоген синтеза или и мало давайте обведем эти крестики чтобы они были хорошо видны 1 2 3 4 ну и вот 5 это проницаемость вот посмотрите это места поломок при сахарном диабете 1 2 3 4 5 давайте подумаем чему же это приведет вот глюкоза она поступила нам с пищей или запасы нашего гликогена печени или мышцах распались под действием адреналина и глюкогона которые достаточном количестве чему это приведет это приведет к тому что уровень глюкозы в крови повысится и вы знаете что одним из симптомов сахарного диабета является повышение уровня глюкозы в крови поэтому вот всем людям на медосмотрах особенно в пожилом возрасте делают уровень глюкозы крови чтобы выявить на ранних стадиях нарушения метаболизма вызванная сахарным диабетом если он начинается или весе он и что с глюкозой происходит она не может проникнуть в клетку и поэтому остается в крови но это еще не единственный механизм дальше то небольшой ну не бывает чтобы инсулина вообще не было то есть какое-то инсулина небольшое количество все-таки есть и поэтому часть глюкозы все-таки проникает в цитоплазму но даже глюкоза сталкивается следующей проблемой она не может превратиться в глюкоза 6 фосфат а та небольшая часть которая превратилась глюкоза 6 фосфат не может превратиться фруктоза 16 дифосфат и наконец-то совсем малая часть которая превратилась фосфоэнол пвк не может превратиться в пировиноградную кислоту то есть фактически вот на этом пути у нас раз два три четыре блока дальше не образуется в результате достаточное количество пировиноградной кислоты а щавелева уксусная кислота она синтезируется тоже из пировиноградной кислоты за счет вот видите пироват карбоксилазной реакции и в результате когда у нас накопится много ацетилкоэнзима его накопится много мы сейчас к этому перейдем то за счет того что недостаток щавелева уксусной кислоты цикл крепца тоже начинает плохо работать и организм испытывает дефицит энергии раз организм испытывает дефицит энергии человек все время хочет есть но новые порции пищи опять приводит к тому что все эти реакции идут плохо а глюкоза накапливается в крови теперь смотрите если этот избыток попытаться превратить в гликоген тоже ничего не получится потому что гликоген синтеза нет а фосфорилаза есть поэтому так как организм испытывает недостаток энергии он гликоген не синтезирует а разрушает адреналин и глюкоген присутствует в результате получаются новые порции глюкоза 6-фосфата которые вниз не могут пойти потому что тут эти блоки а за счет вот этой обходной реакции глюкоза 6-фосфатазной новой порции глюкоза 6-фосфата образовавшиеся из гликогена тоже превращается в глюкозу и это еще один как бы механизм увеличения концентрации глюкозы в крови более того когда мы начинаем разрушать жиры и белки при сахарном диабете как я вам сказал недостаток энергии и организм сахарного диабетика он начинает разрушать жиры и белки то глюкогенные аминокислоты и глицерин включаются сюда но так как они не могут участвовать вот в этом метаболизме здесь блок они подвергаются глюконеогенезу смотреть а все реакции глюконеогенезу работают как часы Вот смотрите, эта реакция не блокирована, эта реакция не блокирована, эта обходная реакция не блокирована, эта не блокирована и эта не блокирована. То есть получается, что и глицерин, и глюкогенные аминокислоты тоже превращаются в глюкозу. Вот откуда возникло название глюкогенные аминокислоты. Они могут при сахарном диабете давать новые и новые порции глюкозы. но у нас есть еще кетогенные аминокислоты и жирные кислоты и здесь включается вот проблема необратимости превращения пвк в ацетилкоэнзима как она включается водка так опять же куда мне стать лучше сюда да смотрите и жирные кислоты и кетогенные аминокислоты дают в конечном счете вот эти наши две стрелочки их специально рядышком нарисовал дают в конечном счете ацетилкоэнзима ацетилкоэнзима не может пойти в цикл крепца потому что у нас проблемы с циклом крепца поэтому ацетилкоэнзима превращается в кетоновые тела и таким образом организм больного сахарным диабетом превращается в фабрику кетоновых тел и глюкозы вот любая порция новой пищи приводит к синтезу новых кетоновых тел и новых молекул глюкозы поэтому уровень и глюкозы и кетоновых тел растет но теперь давайте поговорим каким симптомам это приводит вообще заболевания сахарный диабет оно было известно людям древние времена но первое научное описание появилась первом веке нашей эры два древнеримских врача цельс и арет цельс и арет они описали некое заболевание которое назвали диабет еще слова сахарной тогда не было диабет почему они так назвали это заболевание диабет переводе с греческого означает истечение вытекания протекания то есть если сказать другими словами образование большого количества жидкости истечение вытекания протекания этого дословно перевод слова диабет почему потому что у больных сахарным диабетом образуется большое количество мочи чем это связано это связано с тем что вот избыточную концентрацию глюкозы да и кетоновых тел надо как-то выводить из организма и выводятся они эти вещества с почками а почки же не могут выбрасывать сухую глюкозу поэтому эта глюкоза тянет за собой жидкость воду и объем мочи увеличивается за счет того что надо выводить новые и новые порции глюкозы из организма поэтому развивается симптом который называется полиурия то есть большое количество мочи вот цельс и аретт хорошо знали что больные сахарным диабетом выделяют большое количество мочи из них как бы течет жидкость вытекает протекает и поэтому не называли диабет какое какая причина этого заболевания какое метаболическое нарушение естественно не не знали они даже не знали какой орган поражен при диабете прошло много-много веков сменились многие великие ученые после цельсия рета были такие гении как авицена а боли и бенсина дальше клод бернар и многие уже ученые в девятнадцатом начале 20 века которые придумывали различные причины сахарного диабета они как бы искали что же поражено при сахарном диабете ну цельсия рет считали что это заболевание желудочно-кишечного тракта авицена считал что это заболевание почек теперь мы знаем что нет что причина не в почках клод бернар считал что это заболевание мозга он провел интересный эксперимент он у кролика делал укол в дно четвертого желудочка продолговатого мозга и при этом уровень глюкозы повышался и он думал что он таким образом ему имитирует сахарный диабет искал все причина в мозге оказалось нет оказалось что этот укол так называемый сахарный укол клода бернара он всего лишь активировал выброс адреналина и поэтому гликоген распадался до новых порций глюкозы это давало повышение уровня глюкозы никакого отношения к сахарному диабету это не имеет но давайте вначале прежде чем мы ответим на вопрос то какой же орган поврежден при сахарном диабете поговорим о том откуда вообще возникло слово сахарный в 16 веке в англии жил ученый по фамилии виллис он был одних одним из основателей британского королевского общества это аналог нашей академии наук то есть известные ученые в научных кругах англии и уже когда он был пожилым человеком и когда к нему относились как любому старику немножко насмешливо он решил провести такой эксперимент он сказал так секундочку при сахарном диабете чего много мочи значит с мочой что-то не так а ну-ка мы посмотрим на эту мочу вроде бы обычного цвета прозрачная а давай-ка я ее попробую на вкус и виллис 1 который взял мочу больного сахарным диабетом и попробовал на вкус ну кому придет в голову пить мочу больного человека а вот ему пришло в голову и он с удивлением обнаружил что она сладкая и тогда он об этом всем рассказал все подняли его на смех ну что же это такое пьет мочу больных людей и так далее но прошло еще сто лет и удалось химическим анализом доказать что да действительно мальчик больных сахарным диабетом повышенное содержание глюкозы в результате диабет получил название милитус диабет из милитус слова диабет из это слово которое придумали цельсиарет а милитус это слово которое было придумано в средние века в англии но это кто же греческое слово и означает она медовый потому что мед сладкий поэтому на самом деле диабет никакой не сахарный он медовый надо говорить медовый диабет но в русском языке благодаря не точному переводу установилась сочетание сахарный диабет и мы теперь говорим все сахарный диабет но вы должны понимать если будете с кем-то разговаривать вы должны сказать а вы знаете что диабета на самом деле не сахарная медовая это неправильный перевод будет кстати интересно эту точку зрения узнать потому что она кажется неожиданным и так вот этот медовый сахарный диабет он стал медовым только в средние века из 16 веков прошло пока люди поняли что истечение большого количества мочи связано с повышением уровня глюкозы ну а дальше а дальше мы должны вернуться к вопросу так тоже в конце концов понял что сахарный диабет это заболевание поджелудочной железы это были два немецких врача меринг и минковский конце 19 века они из они вообще не собирались заниматься сахарным диабетом они изучали пищеварительную функцию поджелудочной железы и они взяли собачку бедную несчастную лабораторную собаку удалили у нее хирургическим путем поджелудочную железу и решили посмотреть что же произойдет имеется ввиду с перевариванием пищи дело было летом это важный момент и второй важный момент они оставили собаку в предоперационной и забыли закрыть окно на ночь когда они пришли на следующий день они были поражены вот чем вот из-за чего вокруг собаки это бедненькой прооперированной образовалась лужа жидкости ну потом они выяснили что у собаки за ночь отделилась большое количество мочи но этого мало вся комната была заполнена мухами потому что моча была сладкая и мухи прилетели на этот сахарный сироп и кружились вокруг этой несчастной собаки и тогда меринг и минковский первые поняли секундочку мы удалили поджелудочную железу а у собаки развились симптомы сахарного диабета значит причина где причина в поджелудочной железе и вот с конца 19 века началось интенсивное изучение поджелудочной железы которая привела к тому то есть вот это изучение привело к тому что многие ученые приближались и приближались и приближались к решению задачей но только одному а именно фредерику бантингу я запишу его фамилию фредерику бантингу это канадский ученый удалось выделить из поджелудочной железы инсулин в очищенном виде это очень сложная задача потому что поджелудочная железа вырабатывает и пищеварительные ферменты в том числе протеолитические как только перемалывали поджелудочную железу протеолитические ферменты уничтожали инсулин потому что инсулин это тоже белок и только бантинг придумал очень остроумный метод как выделить инсулин таким образом чтобы он не успел разрушиться протеолитическими ферментами поджелудочной железы я об этом написал целую книгу ветхозаветная тайна ребра адама вы можете взять ее библиотеки почитать это драматическая история с большим количеством и научных подвигов и человеческих предательств так или иначе но инъекции инсулина позволили бантингу вылечить фактически абсолютно неизлечимую болезнь которая всегда приводила к смерти 1923 году бантинг получил за эти исследования нобелевскую премию вместе с ним эту нобелевскую премию разделил джон маклеуд который был руководителем лаборатории где работал бантинг хотя он ну в свое время даже не разрешал бантингу вести эти исследования в результате разразился нобелевский скандал и бантинки маклеуд не поехали получать нобелевскую премию но это совершенно другая история давайте вернемся к симптом сахарного диабета и так мы уже сказали что при сахарном диабете повышается уровень глюкозы это так называемая глюкозами я или гиперглюкозами и избыток глюкозы может выходить с мочой развивается глюкозурия и так гиперглюкозы не и глюкозурия то есть повышение содержания глюкозы в крови и если точнее в сыворотке крови определяют глюкозу и в моче следы глюкозы в норме а тут она появляется помните виллис обнаружил что моча сладкая на вкус ну норму глюкоза вы должны знать хотя разными при определении разными методами ну норма немножко в разных книжках колеблется но сейчас считается 3 и 3 5 и 5 моль на литр это нормальное содержание глюкозы в крови если выше это уже патология иногда эту норму даже повышают до пяти восьми даже в некоторых руководствах еще советское время даже подняли до 6 и 6 но сейчас считается что вот 3 3 5 и 5 в принципе это нормальное уровни содержания глюкозы крови если выше это уже не хорошо это надо обследоваться и посмотреть что делать итак дальше большое содержание глюкозы крови появление глюкозы в моче и большое содержание глюкозы крови приводит к тому что объем мочи увеличивается и это полиурия мы уже об этом сказали эту полиурию обнаружили еще цельсиорет и отсюда название диабет полиурия дальше следующий симптом больной теряет большое количество жидкости мочой и происходит обезвоживание организма высыхание организма поэтому больной испытывает жажду следующий симптом это жажда жажду называют полигипсия хотя полигипсия это в переводе все-таки много пить и скажем так когда человек много пьет а жажда это немножко другой жажда это когда человек хочет пить но тем не менее вот полигипсию переводят как жажда дальше что первично студента спрашиваю на экзамене при сахарном диабете почему человек испытывает жажду ответ очень просто мгновенный ответ потому что у него отделяется много мочи правильно а почему у него отделяется много мочи студент задумывается говорит но это же так просто потому что он пьет много воды хорошо а почему он пьет много воды но это же так просто потому что у него отделяется много мочи я не успокаиваюсь и говорю а почему отделяется много мочи уже там все другие экзаменаторы студенты уже смеются и улыбают. Он говорит, ну потому что много пьет воды. Я говорю, почему? И вот этот замкнутый круг, инспудент не может сказать, что же первично. Первично полиурея, потому что с мочой нужно убирать из организма избыток глюкозы. А вторично полигипсия, то есть жажда и когда больной пьет много воды, это вторично. Запомните это. Дальше. Голод. Больной испытывает голод, потому что вот видите, энергетические процессы имеют ряд блоков на пути и энергии образуется немного, поэтому он хочет все время есть. И что-нибудь сладенького, потому что углеводы хорошие источники энергии. А ему как раз сладенького нельзя, потому что это приведет к накоплению глюкозы и кетоновых тел. И вот этот голод, мы иногда говорим голод или волчий голод, даже такой есть научный термин. По-научному называется булимия. Хотя булимия – это на самом деле пожирание большого количества пищи. Вот эти симптомы связаны с нарушениями энергетического объема при сахарном диабете. Больной все время хочет есть. Дальше. У больного, помните, мы с вами говорили, накапливается большое количество кетоновых тел. Они вызывают ацидоз. Развивается кетон эмия и даже кетон урия. Кетон эмия – это когда много кетоновых тел в крови, а кетон урия, когда много кетоновых тел в моче. И в начале 20 века в царской России, когда земский врач приезжал в какую-то отдаленную деревню, он уже в сенях, когда заходил в избу, еще не видя больного, ставил диагноз больного с сахарным диабетом. Почему? Потому что в доме пахло ацетоном. Больной с сахарным диабетом выделяет кетоновые тела, ацетон с мочой, с потом, с дыханием и так далее. И вот уже по запаху можно было сказать, здесь смертельно больной человек. Тогда еще не было бантинга, тогда еще не было препаратов инсулина. И тогда этот запах был достаточно страшный и означал скорую смерть. А чего же наступает смерть при сахарном диабете? Здесь очень много разных причин, но одну мы с вами разберем. Дело в том, что при сахарном диабете часто возникают инфекционные осложнения. Почему? По двум причинам. Что такое инфекция? Инфекция это когда микроорганизмы поселяются у человека в теле и фактически его убивают. Развивается инфекционный процесс. У нас для того, чтобы бороться с этим микроорганизмом, существует иммунная система, антитела и другие белки системы комплимента, например, и рецепторы клеточные. Все это белки. А вот при сахарном диабете, во-первых, организм человека это большая чашка петри. То есть это прекрасная питательная среда, потому что все пропитано глюкозой и тут есть микробам где поживиться. А во-вторых, посмотрите, из-за недостатка энергии организм расщепляет углеводы, жиры, белки и в том числе и белки иммунной системы тоже разрушаются и иммунитет ослабевает. И вот на фоне с одной стороны большого количества еды, а с другой стороны ослабленного иммунитета развиваются инфекционные осложнения. Вначале это может проявиться в виде фурункулеза, когда у человека появляются различные прыщи, гнойники на коже, а потом это может привести к более тяжелым последствиям. Это пневмония, пиелонефрит и другие гнойные процессы, которые начинают происходить в организме. И если человека не вылечить от второй сопутствующей болезни, то эта болезнь может привести к смертельному исходу. Поэтому желательно не допускать повышения уровня глюкозы и кетоновых тел. Здесь есть еще одна опасность. Высокий уровень глюкозы, очень высокий уровень глюкозы может привести к тому, что человек впадет в диабетическую кому, гипергликемическую кому. Высокий уровень глюкозы приводит к тому, что человек теряет сознание. И до изобретения банкингом способа выделения инсулина всегда диабетическая кома заканчивалась смертью, потому что мозг перестает работать при таких высоких концентрация глюкоз. Высокие концентрации ацетоновых тел могут приводить к кетоацидотической коме. Кома – это бессознательное состояние. И кетоацидоз, высокое содержание этих кетоновых тел и соответственно протонов водорода в крови тоже может привести к тому, что человек теряет сознание и впадает в кому. Кетоацидотическая кома тоже чрезвычайно опасна и может закончиться смертельным исходом. Вот какое коварное заболевание сахарный диабет. И теперь вы знаете, почему возникают эти все симптомы? Вот биохимические блоки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять биохимических блоков, которые возникают при отсутствии гормона инсулина и которые приводят к тяжелым последствиям, если заболевание вовремя не выявлять и не лечить. Сейчас существует много способов лечения сахарного сахарного диабета, первого, второго типа. Полностью заболевание пока не излечивается, но можно продлить жизнь человеку на неопределенное время. А это уже можно считать победой над заболеванием. И в заключение лекции я хочу рассказать о случае, который произошел вот сразу после того, как бантинг открыл способ выделения инсулина. В одном из северных американских штатов заболела девочка с сахарным диабетом. И мать успела довести эту девочку в Канаду к бантингу. Это был один из северных штатов. Там расстояние было небольшое. Девочка уже впала в диабетическую кому. И бантинг встретил поезд на перроне со шприцом в руках. Он зашел в купе и вколол первую дозу инсулина прямо в поезде. И девочка была спасена. После этого она прожила еще около 60 лет, вела полноценную жизнь, работала в компании. Мать, которая была врачом по специальности, она внесла большой вклад в разработку доз, потому что тогда не было понятно, сколько колоть, как колоть и так далее, в разработку схемы лечения. И вот один из первых пациентов, который должен был умереть, вот эта девочка, которая должна была умереть в молодом, в юном, можно сказать, возрасте, она прожила долгую жизнь. Даже тогда, когда были плохо очищенные препараты инсулина, жизнь можно было уже продлевать на достаточно большое время. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. Надеюсь, что из того, что мы сегодня обсудили, вам все понятно. Если не понятно, можете спрашивать у меня, у своих преподавателей. Я желаю вам счастья, до свидания, встретимся через неделю. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok